Всем привет, друзья! Мы в автосалоне ШикАвто и сегодня мы хотим рассказать вам про очень интересный электромобиль из Китая Volkswagen ID.6 Впервые Volkswagen ID.6 был представлен в апреле 2021 года в автосалоне Шанхай ID.6, как и его меньший брат, ID.4 представлен в двух версиях Это ID.6 Cross и ID.6 X Сейчас мы попробуем разобраться, в чем же между ними отличия По большому счету, это одна и та же машина Единственное, что Cross выпускают на севере Китая, а X выпускают на юге Китая Чем же они отличаются визуально сразу? У них разная оптика, у них разная решетка передняя И ID.6 Cross на 15 мм длиннее, чем ID.X В линейке Volkswagen ID.6 есть две версии Полноприводная и заднеприводная У полноприводной версии стоит два трехфазных мотора 313 лошадиных сил, 472 крутящего момента 0,100 за 6,6 секунд Запас хода по циклу NEDC 510 км Максимальная скорость 160 км в час В нашем случае заднеприводная версия ID.6 X и ID.6 Cross Полная емкость батареи 83,4 кВт 210 лошадиных сил Такая же максимальная скорость 160 км в час А вот запас хода больше, чем у полноприводной версии 588 км по циклу NEDC Габариты Volkswagen ID.6 X Длина 4876 мм Ширина 1848 мм Высота 1680 мм Чем же они отличаются по габаритам? Версия ID.6 Cross длиннее на 15 мм 4891 мм Клиренс у него небольшой На выбор есть колеса диаметром от 19 до 21 дюйма Спереди стоят дисковые тормоза, а сзади барабаны Человек, который, возможно, не привык к данному автомобилю И видит его впервые, скажет, что стоят абсолютно два одинаковых автомобиля Но на самом деле разница есть Во-первых, разница в оптике В версии ID.6 X фара более удлинена и повернута сюда на крыло Здесь фара короче Также отличается передняя решетка В чем еще отличие? Вот эта красивая диодная полоска У Cross она получается такая единая, как прямоугольник А в версии X это продолжение диода от фары И она идет немножко шире Обязательно выключим свет, покажем, как это красиво смотрится ночью Передний шильдик тоже светится Две полоски светятся, оптика Очень красиво ночью В целом, спереди отличия заканчиваются Сбоку их в целом и не наблюдается Так, давайте посмотрим сзади Чем они отличаются? Ну, во-первых, отличаются задними фонарями Посмотрите То есть здесь идет обрамление из хрома А здесь стоп поднят выше И в версии X он ничем не обрамлен Только снизу идет серая полоска В целом, внешне все отличия заканчиваются Поэтому, как я и говорил, что это практически идентичные автомобили Конечно, стоит отметить самую главную черту ID.6 Что это полноценный большой семейный автомобиль С тремя рядами сидений То есть в нем полноценные семь мест Давайте посмотрим, как это выглядит внутри И начнем мы с багажника Багажник открывается с ключа Полный электропривод закрывается с кнопки Так, что у нас в багажнике? Сейчас у нас разложены все три ряда сидений И при такой компоновке получается не очень большой багажник Хотя здесь есть дополнительная ниша Не очень глубокая, но что-то в нее положить можно Ну, например, тот же переходник для подзарядки Можно его сюда положить, чтобы не болтался по салону То есть в такой компоновке Здесь небольшие две ниши В такой компоновке багажник действительно не очень большой Но если мы сложим задний ряд сидений Делать это очень просто Можно сложить как из салона, так и отсюда То у нас получается просто огромадный багажник Просто огромный багажник Это... Его даже можно назвать таким семейный минивэн То есть загруженная семья Огромное количество мест Можно положить коляску, велосипед, кучу всяких вещей Да, в такой компоновке багажник действительно большой Комфортный и удобный Давайте посмотрим, как это выглядит из салона Опять поднимем задний ряд сидений Попробуем туда сесть Насколько там будет комфортно сидеть детям Понятно комфортно А насколько будет сидеть там комфортно взрослому человеку Как таковых ручек В Volkswagen ID.6, как и в Volkswagen ID.4 Их нету Они электрические И там есть или слышная клавиша То есть мы чуть-чуть дотрагиваемся пальцами И дверь открывается Очень удобно То есть не надо бояться, что в мороз, после мойки Ручки замернуты, вы не сможете попасть внутрь Очень удобно и тактильно очень приятно Сидения второго ряда складываются двумя способами Можно подтянуть вот за этот хлястик Либо потянуть за этот рычаг Сидения складываются И отодвигаются Все достаточно просто То есть попасть на третий ряд сидений И даже посадить ребенка достаточно комфортно Вот я сейчас сижу сзади И в целом комфортно Давай вот я сейчас второй ряд сидений подниму Защелкну Вот я метр восемьдесят Мне даже сейчас здесь сидеть реально комфортно Вопрос в том, насколько будет комфортно сидеть человеку, который впереди Я думаю, что не очень Сейчас мы задвинем еще дальше, чтобы позволить Сесть на второй ряд кому-то А вот теперь комфортно и мне, взрослому человеку сзади И даже взрослому человеку, который будет сидеть на втором ряду сидений Места здесь предостаточно Я уж не говорю о том, что если на третьем ряду сидений будут ездить дети А спереди взрослые Просторно, широко, есть куда поставить ноги Сверху сенсорная подсветка В целом удобно Поэтому если сзади детей, места больше, чем предостаточно А можно ехать и взрослым Прям загружать все три ряда сидений взрослыми И ехать в дальнюю дорогу И будет всем достаточно комфортно Классно И еще немаловажно, что Очень удобно от себя Сидя на третьем ряду Регулировать второй ряд сидений То есть я нажимаю вот эту клавишу Выбираю угол наклона спинки И выбираю, насколько далеко Будет сидеть само сидение Посмотрите, как легко регулируется Вообще в одно касание Даже ребенок это сможет делать Круто Ну и безусловно Сидеть на втором ряду сидения Очень удобно и комфортно Большой широкий подлокотник Подогрев сидений Два выхода под Type-C И дефлекторы печки Кстати, дефлекторы печки Как спереди, так и сзади Немножко в версии X Отличаются от версии ID.6 Cross Это говорит, если по отличиям Чем отличаются Но человек, который не пользовался до этого ID.6 X Не поймет, что они другие у ID.6 Cross Так, салон у нас кожаный Кожа приятная Кожа достаточно мягкая Но тем не менее плотная Вот здесь вот На сидениях Такая какая-то интересная вставочка Не из кожи Кожа перфорированная Но сзади без вентиляции Зерная карта достаточно приятная Тут глянец Хотя я на самом деле глянец не люблю Потому что на нем всегда остаются пальцы Но смотрится симпатично Тут мягкая кожа Мягкий пластик Ну, здесь, безусловно, пластик твердый А так, смотрите, очень симпатично Вот эта подсветка Ночью играет Дарит настроение Круто На наших двух ID-шках стоят колеса 20-го радиуса Хотя бывают в комплектации 19-го и даже 21-го радиуса В зависимости, как захочет клиент Напомню, спереди стоят вентилируемые дисковые тормоза Сзади барабаны Что достаточно странно Конечно, для машины 22-го года Из Китая Электрички Ну, такое себе Так, смотрите, когда мы открываем водительскую дверь На земле мы видим светодиодную подсветку ID-6 Очень прикольно Так, садимся внутрь Сидение здесь с памятью Поэтому сразу оно принимает мое положение предыдущее Которое я себе расстраивал Честно говоря, не первый раз уже сижу в данном автомобиле Не конкретно в этом, а вообще в ID-6 Я уже ездил не раз И что меня поражает Мне вообще абсолютно непонятно, для чего это сделано То есть, вот два стеклоподъемника Если вы хотите открыть, опустить водительское стекло, пожалуйста Если хотите опустить заднее стекло, пассажирское Вы должны нажать эту кнопку Вот, вот она засветилась И теперь я управляю задними стеклоподъемниками Хочешь управлять своими Опять нажимаешь на эту кнопку И управляешь своими Я считаю, что это минус Прям раздражает Она еще как-то нажимается не очень хорошо Еще раз убеждаюсь, что здесь очень удобная посадка Все сразу понятно Мы садимся в Volkswagen Шильдик Volkswagen немножко вас успокаивает Что это как бы китайская, но европейская машинка Не нужно ждать сюрпризов Но, тем не менее На шильдике все, что связано с Volkswagen заканчивается На самом деле, это очень своеобразная машина В ней все по-другому Начнем с того, что переключение передач Посмотрите, где находится электропереключение передач Он находится справа от цифровой приборки И при регулировке руля У нас, кстати, механическая регулировка По вверх-вниз и по вылету Не очень большой диапазон, но тем не менее И вместе с вашей регулировкой Шевелится цифровая приборка И селектор переключения передач Здесь такой небольшой рычажок К нему вроде как сразу нужно привыкнуть Но на самом деле потом очень удобно То есть вот мне хватает от руля Пальцами дотянуться Не селектор переключать, не шайбу крутить А прямо на руле Очень удобно Мы нажимаем тормоз И чтобы поехать вперед Мы включаем D Чтобы поехать назад Мы тянем рычажок на себя Чтобы поставить машину на нейтралку Чуть-чуть вперед И здесь еще одно есть положение селектора Это положение B Что такое положение B? Положение B Это положение, в котором машина не поедет на нейтралке То есть привычная в электричках Как только вы отпускаете тормоз Происходит рекуперация И машина заряжается Батарея, да? Здесь, если у вас просто стоит режим D Машина катится накатом Это вот осталось, наверное, такой отголосок Дань памяти ДВСным машинам, да? Когда вы отпускаете газ И машина катится накатом Здесь происходит то же самое Если вы включаете B Вы точно так же можете уже ехать вперед Но при отпускании газа Срабатывает рекуперация Это режим B Что еще особенного? Здесь нету как таковой кнопки старт-стоп Здесь нет Не надо заводить ключом То есть достаточно, чтобы ключи были у водителя с собой Вы садитесь в машину Включаете передачу И поехали вперед Не надо Нет никакой кнопки запуска И для того, чтобы заглушить машину Тоже ничего делать не надо Достаточно просто поставить в положение паркинг Оно находится справа Такая кнопка Вы ставите машину на паркинг Выходите из машины Машина закрывается И глохнет Очень удобно Так, что у нас еще здесь впереди? Беспроводная зарядка Выходы Type-C Два подстаканника Отделы для мелочей Это все вот так вот симпатично Закрывается Чтобы не летел мусор И здесь, кстати, вся эта центральная консоль Она левитирующая То есть здесь у нас еще есть такое место Чтобы положить, например, мобильный телефон Ключи Ну, в общем, все, что угодно Они как бы выгодили еще место По всему салону Как вы можете заметить То есть у нас здесь фиолетовая подсветка А ее можно менять на зеленый, красный В общем, вся палитра с мультимедиа меняется И по всему салону меняется подсветка На дверях, под торпедой Вот видите, такая светодиодная полоса Под лобовым стеклом На центральной консоли В общем, везде А еще прикольная фишка в ID.6 Что здесь есть голосовой помощник И в зависимости Вот даже сейчас можете посмотреть, как он играет Если покажет видео Вот я сейчас включу Видите? Я включил D Оно зажегся И в зависимости от того, какие команды я буду давать Оно будет реагировать и светиться Прикольно В комплектации В версии ID.6X и в версии ID.6 Cross Предусмотрена проекция на лобовое стекло Проекция очень четкая Конкретная Которая показывает скорость Показывает, какой скоростной режим Сейчас на дороге, чтобы вы не нарушали И дублирует, естественно, у вас на цифровой приборной панели Так, идем дальше Подлокотник Достаточно такой небольшой Очень важный момент, что Здесь, как таковых Нету кнопок Вот их нет От слова совсем Единственное, что на дверях Это стеклоподъемники Все остальное Это сенсор То есть, вот смотрите Чтобы включить свет Достаточно просто прикоснуться к лампочке Он загорается А чтобы открыть панорамную крышу Тут есть такой слайсер Мы просто проводим пальцем и держим Так, все управление происходит практически на руле То есть, адаптивный круиз-контроль Управление мультимедией Естественно, телефоном Все, что касается настройки фар Находится слева у вас Но, опять же-таки, это не совсем кнопки Это сенсоры Вот, например, включение обогрева Тут есть Обогрев переднего стекла Обогрев заднего стекла Настройка фар Автоматическая Либо там включить противотуманки Ближний, дальний свет Все это находится здесь Но, опять же-таки, это все не кнопки Это все аккуратненько подсвечивается красиво Это сенсор За что хочу сказать спасибо Огромное И, поверьте, эта функция достаточно редко Для китайских машин В силу того, что у них Широта-то теплая У них жарко И очень не распространено Чтобы руль был с подогревом Здесь руль, как в версии ID.6X, как и в ID.6 Cross Руль идет с подогревом За это большое спасибо В наших широтах Когда у нас 8 месяцев зимы в году Это прямо необходимо Это очень приятно И очень полезная функция Класс Так, огромные боковые зеркала На боковых зеркалах стоят датчики Лампочки И в случае, если вы хотите перестроиться И там будет слева Либо справа какая-то помеха Мало того, что засветится лампочка И он вам подаст звуковой сигнал Что сейчас перестроиться не рекомендуется Даже он срабатывает Когда вы стоите на паркинге И какая-то машина близко рядом с вами проезжает Чтобы вы не открыли дверь случайно Не вышли Он вам сигнализирует О том, что рядом помеха Будьте осторожны Это, конечно, очень полезная функция Руль у нас кожаный Очень удобный Снизу скошенный Хочу еще сказать Что здесь стоит Хоть машина и китайская Но здесь стоит английский язык При этом английский язык целиком И подписаны иконки И все настройки Все полностью на английском языке Поэтому сделать какие-то настройки с машиной Попасть в какой-то раздел настроек Абсолютно не составит никакого труда Интуитивно все понятно Все работает как нужно Навигатор, мультимедиа Так, что у нас с климат-контролем? То есть подогрев сидений Вентиляция Раздельный климат-контроль Притом смотрите, какой есть Тут есть классная функция Называется умный климат Чтобы вам не выставлять отдельно на ноги На лицо Либо куда-то еще Вы просто выбираете то, чего вы хотите добиться Ну вот, например Вы хотите согреть ноги Вы нажимаете И сразу же на ноги начинает дуть теплым То есть не надо выставлять отдельно там Скорость вентилятора Температуру Просто согреть ноги И он начинает ноги греть Или потом нажимаете Согреть руки Естественно, у вас греется руль И дефлекторы печки дуют теплым вам на руки Либо, например, сейчас жарко у нас погода Охладить ноги Или, например, очень быстро охладить машину Quick cooling Вы нажали И все дефлекторы максимально холодно начинают дуть мощно И машина охладает очень быстро Это называется умный климат Мне кажется, очень классная функция Но вы можете перейти на классические управления климат-контролем А еще здесь есть очистка воздуха Прикольно Так, смотрите, какая здесь крутая есть функция Как можно управлять системой безопасности Не по списку Вот видите, здесь есть список систем безопасности различных А можно по картинке Совсем все становится понятно То есть система экстренного торможения Выбирайте Адаптивный круиз-контроль Помощь Ассистент смены удержания полосы Всеми системами безопасности можно управлять прямо отсюда без списка Просто интуитивно нажимаете и настраиваете их под себя Очень удобно Как я уже говорил, что тут можно выбрать, например, подсветку Выбрать под свое настроение Сейчас у нас стояла фиолетовая Вот мы сейчас поставим, например, зеленую И у нас на дверях Все светится уже зеленая подсветка И второй цвет, например, выбираем голубой Теперь у нас салон подсвечивается зелено-голубым цветом То есть абсолютно под свое настроение Выбираете, катаете Например, хотите агрессивно красный? Да, пожалуйста Теперь все светится красно-фиолетовым Есть любимые цвета Есть даже функция управления настроением Например, у вас эйфорическое настроение Вы выбираете И под ваше настроение эйфория Все горит красным По-моему, прикольно Так, наша цифровая приборная панель Которая находится на рулевой колонке Что на ней отображается? На ней отображается скорость Сколько осталось процентов батареи Сколько нам осталось проехать Скоростной режим Настройки адаптивного круиз-контроля Лимита по скорости Какая передача включена И также показывает, какой пассажир не пристегнут В данном случае оператор сидит сзади Он чувствует это И показывает датчикам, что оператор сзади не пристегнут И вот какая интересная штука Посмотрите Заявленный запас хода 588 километров По циклу NEDC Сейчас у нас 96% И до заправки осталось 419 километров То есть, это тот случай, когда мы понимаем Что цикл NEDC Он не информативен до конца Это китайский цикл И нужно понимать, что реально процентов на 15 От заявленного реально поедет машина То есть, если они заявляют То есть, если 96% То есть, примерно 450 километров То есть, от заявленных 588 Мы смело отнимаем 100 километров И понимаем, что вот столько автомобиль Проедет в теплую погоду При температуре 25 градусов То есть, если будет холодно Будет включена печка Музыка Мы понимаем, что реальный запас хода У этого автомобиля примерно 350 километров Что в целом неплохо Для такой большой семейной машины Но, тем не менее, это будет реальная цифра Для водителя здесь вообще Они очень постарались Я хочу сказать, что даже во многих премиумных автомобилях Даже электричках Нет такой функции Ну, во-первых, здесь два режима памяти И здесь есть массаж Если кто-то думает, что эта функция Не очень нужна И это излишество Это значит одно Вы просто не пробовали массаж Это очень приятно Если вы едете в дальнюю дорогу Или просто остановились отдохнуть Вот у меня сейчас пошел массаж Максимальное расслабление Я считаю, что это очень крутая функция И в автомобиле такого уже класса Выше среднего Она должна быть Это очень сильно помогает Тем более, рассчитано, что машина семейная Ездить нужно будет далеко И для отдыха водителя Это очень крутая функция Большое спасибо Все регулировки у нас электрические То есть Как в версии кросс Так и в версии x Все электрическое То есть Ближе дальше Угол наклона спинки Также Что мы еще можем сделать Мы можем накачать Подушку Переднюю И поясницу То есть Регулировки максимальные Очень жирно Для водителя, конечно Все сделано Все, что нужно Смотрите, какой интересный момент Философия автомобиля То есть Они выбрали стиль За основу Взяли геометрическую форму Треугольник Где она видна? Она видна На порогах На этой сереброй накладке Которая светится Она видна На центральной Консоли Она видна На дверях В снафках Она видна На решетке Которая находится Спереди автомобиля Она видна На задних фонарях То есть Они взяли Немножко подзаморочились Так И вот такую философскую линию Геометрическую Треугольник Добавили везде Сразу Это в глаза Не бросается Но для человека Который будет пользоваться Автомобилем Поверьте Это радует глаз И ты чувствуешь Что люди подошли Внимательно К деталям И взяли за основу Такую философию Это очень прикольно И смотрится симпатично Друзья Для тех Кто будет выбирать Между комплектацией ID6X И ID6X Поверьте Это реально Два одинаковых автомобиля ID6X Чуть-чуть длиннее На 15 мм Это не серьезное отличие У них отличается оптика Отличаются фонари Внутри салона Что отличие Это дефлекторы Посмотрите Здесь вот Серебряное Такое обравление Он горизонтальный И тут же смотрим Как у нас В ID6X Здесь такое же обравление Только дефлектор Вертикальный Еще небольшое отличие Здесь сверху Сделано В версии ID6X Под дерево И просто такая Серебристая полоска Здесь В версии X Под дерево Не сделано А сделано Просто монохромная Литая серая полоска С этими Фирменными Треугольничками В целом По салону Отличий больше нет Так И еще нужно понимать Что да Габариты одинаковые Внешне они одинаковые Единственное что Что вот эта вот версия ID6X Это у нас Топовая версия А ID6X Это предтоповая комплектация Pure Plus Поэтому чуть-чуть Будет отличаться Например сиденье Здесь С бортиками Со спинками Кожа перфорированная Здесь сиденья Более простые Без перфорации И в другом цвете Нет перфорации Фирменной ID6 На подлокотнике Центральном Ну а в целом Внешне я же говорю Что они одинаковые Только что За счет того Что чуть-чуть Разная комплектация Здесь самый жир Здесь преджир Немножко отличается сиденье Но если вы не будете Состоять с ними рядом Как мы сегодня И пересаживаться Из одной в другую Вы этого не почувствуете И та и другая комплектация Классные Красивые Удобные Функциональные Поэтому Если будет вопрос По поводу заказа Такого автомобиля Из Китая А вы можете заказать Такой автомобиль Китая Из Китая Через нашу компанию Шик Авто Мы подберем Конечно к вам Комплектацию Которую вы хотели Но если будет вопрос В том Что нужно ждать На месяц На два Дольше другую Смело выбирайте Комплектацию Которая в наличии Или которая Есть в наличии У поставщика И вы ничего Не проиграете Вы ничего Не потеряете Кардинально Это две Практически Одинаковых Автомобили Конечно же Нужно сказать Про все системы Безопасности И помощников Для водителя Учитывая Что это автомобиль Скорее всего Будет использоваться Как семейный То вопрос Безопасности Не может быть Никаких Но По европейским Стандартам Volkswagen ID6 Прошел Все испытания И получил Максимальное Количество Пунктов 15 из 15 Это сверх Важный показатель Что именно По европейским Стандартам А не по китайским Которым Некоторые люди Не доверяют Помимо всего Этого В нем Большое количество Помощников И ассистентов Помощь при парковке Удержание полосы Камера на 360 градусов С возможностью Поворота И просмотра Обстановки С любой камеры Адаптивный круиз-контроль Контроль полосы Скоростной контроль Со звуковым предупреждением И многое-многое другое Мы сейчас выезжаем С паркинга Машина достаточно длинная Почти 5 метров в длину Сейчас проверим Как она Будет вести себя На улитке Она достаточно комфортна Машина большая Семейная Но не составляет Никаких трудностей И проблем Габариты Прекрасно ощущаются Потому что Очень информативные Зеркала Опять же Высокая посадка Все видно хорошо Плюс Все камеры В этом нам помогают Датчики Нас Презупреждают О приближении К объекту Слева Либо справа Загораются лампочки Но Они еще ни разу Не издали Ни одного звука Потому что Все Мы прекрасно Справляемся С этой задачей Очень удобно И комфортно Даже не приходится Я вот на этой машине Первый раз еду По этой улитке Никаких трудностей Камера заднего вида А также Камера заднего вида Но на широкий угол Что первое Хочется отметить Что в салоне Достаточно тихо То есть Шумоизоляции У меня претензий Абсолютно нету В салоне действительно тихо Машина едет мягко Разгоняется плавно Несмотря на то Что мы сидим высоко И машина достаточно длинная Нет ощущения Что это селедка Она не куляется Ничего Абсолютно нормально Вот мы перестраиваемся На скорости Очень приятно Что машина Как бы фактически Не является кроссовером Но сидишь Достаточно высоко На порядок выше Чем в седане Это конечно Большое преимущество Я люблю сидеть высоко Хотя здесь Не такой уж и большой клиренс То есть Особо через поребрик Вы не проедете Очень приятный руль Информативный Набираешь скорость Он становится более тугой А на маленьких скоростях Очень отзывчиво Можно управлять В прямом смысле Вот одним пальцем Смотрите Вот я сейчас специально Проеду Достаточно быстро Ну как Относительно По лежачему полицейскому Вот чтобы понять Чтобы понять Насколько он мягкий Вот Скорость 20 Тихо Спокойно И очень Очень мягко Класс Это автомобиль Так Не для драйва Безусловно Хотя Когда нажимаешь Педаль То Он реагирует Достаточно бодро Без паузы Такое бывает Электричка Когда промедление Какой-то секунды-полторы И потом Начинает валить Нет Здесь автомобиль Едет однозначно Сразу Сразу быстро Но Это все-таки Это конечно же Не ракета Не пушка Это семейный автомобиль С очень плавным Но быстрым Линейным разгоном Мне очень нравится Мне кажется Именно такой разгон И динамика Должна быть У семейного автомобиля Экономично Уверенно Но тем не менее Достаточно быстро Кстати Что еще Хотелось бы отметить Вот мы катаемся Лежачие полицейские Швы Неровности И ни разу Нигде Ничего не заскрипело Это говорит о том Что качество сборки В этом автомобиле Действительно радует И соответствует Премиальному уровню Круто Давайте посмотрим Под капот К сожалению Здесь нет газовых упоров Классическая кочерга Ну по большому счету Вам не за чем сюда Лазить Багажного отделения Здесь нету У вас доступ К тормозухе К антифризу К обывайке Все Больше вас здесь Ничего не интересует Как я уже говорил Я в этом автомобиле Не первый раз И езжу на нем Не первый раз И еще раз убедился Что это очень Классный экземпляр Он закрывает Многие задачи Ну во первых Он семейный Во вторых Он премиальный Материалы Система безопасности Качество сборки Все Помощники Все системы безопасности Очень круто Плюс Он очень Экономичный Это электричка Он на английском языке И это Вольцваген Люди привыкли доверять Вольцвагену Поэтому Однозначно Мы ставим Ему 10 баллов Очень крутая Тачка Премиальная Надежная Понятная Отлично Управляется Вместительная Крутые Материалы Поэтому Друзья Если вы хотите Приобрести Такой автомобиль Приезжайте К нам В салон Шикавто Звоните По телефону У нас есть Такие машины В наличии У нас есть Возможность Привезти Под ключ Вам Такой автомобиль Из Китая Обращайтесь Будем рады Помочь Компании Шикавто Пока Продолжение следует